МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, перед нами все наши 5,5 метров, 5,6, если быть точными. Да. И нужно нам что-то с ними сделать, так, чтобы было и функционально, и красиво. Как вообще ощущения, Юля? Ну, вообще говоря, ориентируясь на семью и ориентируясь на их образ жизни, нам придется сделать все сугубо функционально, потому что они готовят, у них маленький ребенок, и у них такой образ жизни, они покупают в магазинах продукты раз в неделю, нам придется либо в это вписаться, либо вообще ничего не затевать. То есть полноценная хозяйственная деятельность, можно сказать, в этой семье, да? Да, здесь абсолютно должен быть полный набор техники, необходимой современной хозяйке. Более того, стиральную машину в этой квартире деть нам некуда. Ставить некуда? Ни в ванну, ни в прихожую? Никаких других вариантов у нас нет. Стиральная машина остается. Кухня. Микроволновкой они пользуются? Однозначно, да. Разогревают ребенку еду, размораживают что-то? Да, да. Варочная панель, конечно. Да, однозначно. Духовка обязательно. Так мне объяснила хозяйка. Да, не избежать. Да, раковину. Но я так понимаю, без раковины никто еще не обходился. Это уже необходимость. Ну вот посудомоечная машина разве что, да, уже может быть. Ну вот ее можно пожертвовать, да. Но тут в данном случае стоит вопрос. Либо это сугубо хозяйственное помещение, где готовят, либо это все-таки на этой кухне можно найти место для того, чтобы выпить чашечку кофе утром. И мы сделали выбор в пользу именно такой возможности, потому что в квартире всего две комнаты, и второй гостиной у них, гостиной просто нет. То есть у нас мы еще и закладываем возможность посидеть на этой кухне, все-таки поесть, перекусить, выпить чаю. Да, конечно. Как же это будет выглядеть? Я предлагаю сделать вот такой вот проект. Давайте посмотрим на нее сверху. Комната настолько оказалась маленькая, что даже камеру в 3D Max разместить нормально не удалось. То есть мы смотрим на нее с потолка. Да, а это вот такой вид сверху. Вид сверху, да. То есть вот эти темные панели, это как раз вот под венги у нас такие вот деревянные будут панели, да? Да, это крашеные под венги деревянные панели. Нам пришлось использовать весь объем кухни, вообще призвать на помощь, чтобы хоть что-то сюда уместить. Тем более, что запросы у нас по максимуму. То есть мы пойдем вверх, по вертикали, да? Да. Мы часть техники разместим в такие колонки, которые пройдут до потолка. А для того, чтобы их объем был красивым и таким насыщенным, вот мы выбрали вот такой шпон. Да, еще у нас вот салатовый цвет. Это тоже будут панели, но ламинированные. Да, несколько шкафчиков вдоль стены в сочетании со стеклом. Вот, для того, чтобы облегчить верх, мы выполним из вот такого салатового. И есть еще такая вот зелененькая, это искусственный камень. Ну, а это отделка столешницы. Это горизонтальная поверхность. Да, то есть вот он, вот он наш столик, за которым можно покушать. И Юля, здесь такие вот интересные полосы и на полу, и на стене. Декоративная такая вот история. Что это? Мы придумали такой прием использовать здесь. Мы купили очень простую белую плитку. У меня есть друзья, которые предложили нанести на нее полноцветный рисунок. Ну, и вот, чтобы поэкспериментировать таким образом, мы вот придумали такой рисунок, который отпечатывается на плитке. То есть, тем самым у нас возникает такая объемная такая игра. Ну, что ж, нам остается только воплотить все эти идеи в жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вместо старого окна мы поставили новое. Во-первых, это пластиковое окно со стеклопакетами. Оно однозначно надежнее, теплее, тише. А во-вторых, у нас есть еще две причины, по которым нам нужно было новое окно. Во-первых, темный цвет. Новое окно ламинировано под махагон. И, во-вторых, мы хотим, чтобы рабочая поверхность кухни была единой. Поэтому, чтобы завести столешницу прямо под окно, окно чуть-чуть приподняли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Через несколько минут мы вернемся к нашей переделке. А пока что мы с вами в Италии, в Милане. Здесь, в одном из индустриальных в недавнем прошлом районов Милана, находится студия модного дизайнера и архитектора Фабио Новембре. Фабио принадлежит к поколению молодых итальянских архитекторов. Человек он современный, динамичный и очень свободный. Настолько, что даже стены в своем доме сооружает с трудом, по необходимости. Привет. Прошу вас. Это мой дом. Домом это здание стало не так давно. Раньше это был самый большой в Италии авиационный завод. Десять лет назад Фабио обнаружил его среди миланской недвижимости, выставленной на продажу. Я был на десять лет моложе, и мне хотелось много свободного пространства. В центре оно стоит очень дорого, и тогда я перебрался сюда, на окраину. Здесь замечательно. Все из красного кирпича, и это кажется кварталом лондонских доков. Но в таком, знаете, нью-йоркском окружении. И потом меня всегда манила мысль о том, что здесь делали именно самолеты. Я как будто пришел и собираюсь куда-то лететь. И правда, теперь я уже чаще на самолетах летаю, чем езжу на автобусе. Нас с этим местом как будто бы друг к другу притянуло. То, что Фабио притягивает места необычные, это как раз объяснимо и логично. Он выделяется среди нового поколения дизайнеров и архитекторов своей эксцентричностью, смелостью и масштабом. Вещи, объекты, интерьеры им придуманы, озадачивают, раздражают, удивляют, смешат. В общем, вызывают ответные чувства. Разве не интересно, к примеру, разместиться внутри огромной спирали, которая оказывается диваном от новембра? Или мозаика. Как выяснилось, ею можно украшать даже мебель. Причем на мозаичных креслах удобно сидеть, они мягкие. Мозаику Фабио активно использует и в своих интерьерах. И хотя проектов он выпускает не так много, каждый из них событие в мировом дизайне. Я архитектор абсолютно нетипичный. В том смысле, что никогда не схожу из соображений функциональности. Мне нет никакого дела до проблем заказчика. Я думаю, мои отношения с клиентом строятся совсем по-другому. Клиент для меня есть меценат, дающий мне в руки микрофон, в который я говорю. По сути, как мне кажется, все мои работы есть чистой воды коммуникация. Так я говорю с людьми, только я говорю на языке архитектуры. О чем я рассказываю? Это истории любви, это сказки, становящиеся былью. Дом Фабио, воплощение его принципов. Кроме того, что чувство главнее, чем функциональность, он считает еще, что жить нужно, не привязываясь к месту и не стремясь к порядку. Вещи стоят и лежат как придется. Потом, через год, я их, может быть, переставлю. А может, так и будет еще лет 10. Но это меня как бы не касается, потому что они появляются и живут тут дальше своей собственной жизнью. Это такой дом, добро пожаловать. Очень многие друзья имеют ключ от этого дома. У меня нет к нему чувства собственности. Правда, нет и никакого ощущения приватности. Это такое коммунальное хозяйство. Само место представляет собой квадрат, 16 на 16 метров, символически поделенный на несколько территорий. Тут и бюро, и гостиная, и кухня, и спальня, все вместе, что вполне соответствует еще одной жизненной установке Фабио Новендо. Четкой границы между жизнью и работой у меня нет. Я просыпаюсь утром, варю себе кофе, иду работать, потом выхожу в ресторан пообедать. То есть никакой границы, разделительной линии между мной и работой не существует. Более того, я не понимаю людей, которые могут делить свою жизнь на работу и не работу. В начале Фабио хотел обойтись без разделения вообще, то есть без стен, но не получилось. Та стена, за которой находится спальня, это был компромисс с моей девушкой, которая иначе бы просто от меня ушла. Мебель, по мнению хозяина, лучше выбирать на колесах, ее легче переставлять. Я сам тут езжу на самокате. Катиться-то легче, чем передвигаться пешком. И потом ходить, это значит шагать. Раз, два, а когда ты скользишь, это так современно, как будто сила тяжести исчезла. Легкость и текучесть в ощущении бытия выражаются у Фабио еще и в том, что он не подбирает вещи по принципу «вписываются, не вписываются в интерьер». Вещи сами приходят и оседают в его доме. В Симу находится место, даже вот это кресло. Здесь все на колесах. И, конечно, всегда найдется место для работ моих близких друзей. Например, вот это произведение голландского художника Юг фон Лизаут. Называется «Дрим машин». Когда я хочу абстрагироваться, по-настоящему оторваться от мира, я залезаю внутрь и начинаю грезить. Это такая отдельная живая-жилая ячейка. Собственно, делается это вот так. Я сажусь и закрываюсь. Это еще один замечательный предмет. Стеллаж работы любимого Яширы Курамата, японского дизайнера. Стеллаж совершенно поэтический. Каждый ящик вращается, практически скульптура. Вот она для чего. Кто-то будет класть в ящики какие-то предметы, а кто-то посмотрит и скажет, как прекрасно, какая замечательная вещь. Я тоже всегда стараюсь переворачивать представление, стараюсь достучаться до сердца, а не говорить поверхностно в терминах физической оболочки. Мне неинтересно, удобно ли устроилась чья-то задница в кресле. Мне интересно, чтобы в чью-то душу пришло, проникло нечто из стула или из таких вот ящиков. Это моя спальня. Здесь я сплю. Смотрите, кровать тоже на колесах. В обстановке беспорядок, поскольку порядок вещей неотъемлемой частью моей жизни, так сказать, не является. Ну, тут полно всякого. Вот такая скульптура, например. Вон тот гобелен мне подарила Вивьен Вествуд. Гобелен сделали в Китае по рисунку Вивьен. А зеркальная стенка антикварная в стиле барокко. Но вот чего нет в доме Фабио Новембре, так это штор. Он говорит, что не терпит фильтров, даже если это просто занавески. Так что яркое итальянское солнце смело появляется здесь каждое утро. Единственный способ убрать свет по утрам – закрасить стены черным. Так меньше света идет в глаза утром. И черного здесь полоска на полстены, остальной свет весь свободный. Ну, беспорядок тут, конечно, девушка моя этим тоже отличается не меньше, чем я. Это кухня, постоянно немытая. Ну, а тут туалет. Совершенно такой заводской, фабричный. Мой туалет прекрасен. Здесь такой верхний свет, посмотрите. Три кабинки – туалет, душ и хозяйственный отсек. Ну, а это рукомойник. Все такое нарочито, простое и грубое. Простой – это одно из любимых слов Фабио Новембру. Например, себя он считает очень простым человеком. По крайней мере, в том, что касается жизни и отдыха. Я родился и живу в перманентном отпуске. Это большая удача для меня. Большая удача. А так, мне нравится очень играть в футбол. Два раза в неделю я играю. На мотоцикле люблю прокатиться. Такие простые вещи мне нравятся. Мне незачем стремиться на Сейшелы, пляж, необитаемый остров, чтобы отключиться от всего. Зачем это надо? Все гораздо проще. Все гораздо проще было бы и в мире, по мнению Фабио, если бы люди научились ощущать себя не частью своей страны и религии, а частью планеты. Вот так, как сам Фабио Новембру. Я цыган. Когда меня спрашивают, откуда я родом, я отвечаю, что родился на планете Земля. Для меня границы между государствами – фикция. Нет смысла думать, что вот я, итальянец, говорю сейчас с вами, россиянами. Разница-то между нами какая? Мы всего лишь говорим на разных языках. И незачем тешить себя иллюзией, что ты не такой, как другие. Это как раз наихудшая из возможных политических стратегий – создавать барьеры, возводить стены. Такие люди, как я, призваны барьеры разрушать. В этом я вижу смысл своей жизни и работы. Квартирный вопрос переделывает пятиметровую кухню в двухкомнатной хрущевской квартире. Стены кухни частично красим белой матовой водоэмульсионной краской. Сразу после покраски начинаются плиточные работы. Играет музыка. Для стены для пола мы использовали одну и ту же плитку. Плитка керамическая, белая, недорогая, размер 20 на 20 сантиметров. Но прежде чем плитку выкладывать, на нее нанесли рисунок. Это специальная технология краски для керамики. Закрепляется рисунок, обжигается и очень долго сохраняется. Рисунок может быть буквально любой, но в нашем случае это такие вот импровизированные водоросли, которые плавно перетекают со стен на пол. Потолок в нашей кухне будет белый, глянцевый, натяжной. Сейчас начинается его монтаж. Установка довольно быстрая. Край пленки заправляется в багет, который укреплен на стене по всему периметру кухни. Во время крепежа пленка нагревается и потому растягивается. А когда остынет, натянется и получится ровный, глянцевый потолок, за которым очень легко ухаживать. У нас на кухне началась сборка мебели. Каркас нижнего яруса уже готов практически. Если вы помните, по плану столешница наша будет обтекать кухню по всему периметру. И здесь будет такой язык, некое подобие обеденного стола. На моем месте окажется стиральная машина. Ну и место для мойки и для холодильника мы тоже запланировали. Обратите внимание, ДСП для каркаса использовано темное. Это потому, что фасады будут из добы тонированного под венки. То есть темные будут фасады. А контрастировать они будут вот с такими писташковыми элементами. Из такого ДСП будут ящики подвесные, которые в свою очередь поддержат наши зеленые полосы. Вот что приблизительно ожидает наших героев. Ну а сами герои сейчас ожидают своего возвращения домой и довольно весело проводят время. Дизайн проект нашей кухни предполагал рисунок и на стене, и на полу. Но напольный рисунок повел себя плохо, начал стираться. Приходится им жертвовать. Приехала столешница из искусственного камня. Устанавливаем ее. Будет еще небольшой фартук на стене из того же материала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова И вот наша кухня приобрела свой окончательный вид. Мы установили фасады, встроили технику. Фасады, вы помните, дурк, крашенный под венги. Такой минималистичный дизайн, поперечные полоски. Ну, а поскольку мы хотели каждый сантиметр буквально задействовать, пришлось уходить вверх. И вот это наша первая вертикаль, встроенный в холодильник. Внизу холодильная камера, а вверху морозилка. И еще осталось место для небольшой антресоли. Кстати, хозяйскую антресоли мы тоже сохранили, но теперь она выглядит современно в стиле нашей кухни. Вслед за холодильником идет варочная панель. Она газовая, 4 комфорки разной мощности. Чугунные решетки, чугунные крышки на комфорках. Система газ-контроль. Если пламя задулось, газ перестает подаваться. Ну и электроподжиг. Над варочной панелью встроенная вытяжка. Она плоская, встроена в один из шкафчиков. А под панелью духовой шкаф. Он электрический, с турбовентилятором, цифровым таймером. И системой 3D. То есть три блюда одновременно в этой духовке могут готовиться. Что касается самой кухни, то она довольно вместительная. Есть вот такой выдвижной модуль. В целом внизу получилось 8 ящиков. Вверху 5. Есть что куда положить. Мойка напротив окна. Вот сюда встала стиральная машина. Ну и микроволновая печь. Тоже встроенная. Когда установили столешницу, стала понятна наша идея со столовой зоной. Роль стала выполнять вот этот язык из искусственного камня. И вы вполне доступны для того, чтобы и перекусить в лёгкую, и вполне нормально пообидать. И последний штрих в нашей кухне. Фильтр для воды, которым мы оснастили мойку. Он очень легко устанавливается, поскольку это отдельно стоящий корпус из нержавеющей пищевой стали. Внутри картридж по одной трубке. Вода входит в фильтр, а по другой выходит. И из крана течёт уже совершенно чистая питьевая вода. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну вот мы сидим на кухне и, честно говоря, получаем от этого большое удовольствие, потому что дело сделано. Да, наконец, все то, что нужно было уместить, вот на этих 5,6 квадратных метров, мы уместили. И это было главное, потому что от этого мы плясали. Здесь функция диктует дизайн, никак не наоборот. И мы уместили все, что нужно, духовой шкаф, стиральную машину, микроволновку, холодильник двухкамерный. И, в общем, дизайн, мне кажется, не то, что не пострадал, а наоборот выиграл. Ну, в итоге да, потому что нам пришлось вылезти из плоскости горизонтальной в плоскость вертикальную. Да, уйти наверх, чтобы как-то использовать весь объем. Да, потому что по-другому мы уже, больше здесь никак разместиться было нельзя. Вот, и поэтому у нас появились два вот таких ярких акцента, которые соединились между собой на потолке. А ты имеешь в виду две такие вертикали, да? Да, две вертикальные колонки, так называют специалисты по кухне. Это две вертикальные колонки, которые между собой наверху соединились из того же материала ненсового. То есть это как бы игра таких вертикалей, которые между собой соединяются горизонтально. Да, и вверху, и внизу, потому что столешница как бы объединяет все это в нижнем ярусе. Да, но столешница, она не только объединяет, она сюда вносит еще и яркий какой-то акцент, яркий цвет, который нужен дополнительно для того, чтобы настроение здесь было все-таки не темным, а скорее все-таки жизнерадостным и светлым. А, кстати, вот о темном. Почему такой темный цвет ты выбрала? По логике вещей в маленькой кухне хочется светлого? В принципе, да. Мы думали о том, что, конечно, когда у тебя помещение маленькое, хочется его визуально увеличить. Но на самом деле есть вещи возможные, а есть невозможные. Мы обладаем тем пространством, которое у нас есть. И мы его можем сделать скорее интересным, чем более большим. Чем визуально большим, да? Да. Поэтому мы придумали так, что вот есть две колонки, и они должны быть контрастными по отношению ко всему остальному. Поэтому они темные для того, чтобы они не были большими, так? Для того, чтобы они не выглядели слишком объемными. Ну и все-таки чисто декоративные решения тоже у нас есть, да? Ну, конечно, на фоне стола, где осталась свободная стена, конечно, удалось разместить декоративное панно, которое всю комнату создает настроение в ней. Ну, осталось посмотреть, какое настроение будет у Миши и Маши, когда они увидят свою новую кухню. Он увидит они ее сразу после рекламы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вместо старого окна мы поставили новое. Во-первых, это пластиковое окно со стеклопакетами. Оно однозначно надежнее, теплее, тише. А во-вторых, у нас есть еще две причины, по которым нам нужно было новое окно. Во-первых, темный цвет. Новое окно ламинировано под махагон. И во-вторых, мы хотим, чтобы рабочая поверхность кухни была единой. Поэтому, чтобы завести столешницу прямо под окно, окно чуть-чуть приподняли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Через несколько минут мы вернемся к нашей переделке. А пока что мы с вами в Италии, в Милане. Здесь, в одном из индустриальных в недавнем прошлом районов Милана, находится студия модного дизайнера и архитектора Фабио Новембре. Фабио принадлежит поколению молодых итальянских архитекторов. Человек он современный, динамичный и очень свободный. Настолько, что даже стены в своем доме сооружает с трудом, по необходимости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Прошу вас. Это мой дом. Домом это здание стало не так давно. Раньше это был самый большой в Италии авиационный завод. Десять лет назад Фабио обнаружил его среди миланской недвижимости, выставленной на продажу. Я был на 10 лет моложе, и мне хотелось много свободного пространства. В центре оно стоит очень дорого. И тогда я перебрался сюда, на окраину. Здесь замечательно. Все из красного кирпича, и это кажется кварталом лондонских доков. Но в таком, знаете, нью-йоркском окружении. И потом меня всегда манила мысль о том, что здесь делали именно самолеты. Я как будто пришел и собираюсь куда-то лететь. И правда, теперь я уже чаще на самолетах летаю, чем езжу на автобусе. Нас с этим местом как будто бы друг к другу притянуло. То, что Фабио притягивает места необычные, это как раз объяснимо и логично. Он выделяется среди нового поколения дизайнеров и архитекторов своей эксцентричностью, смелостью и масштабом. Вещи, объекты, интерьеры им придуманы, озадачивают, раздражают, удивляют, смешат. В общем, вызывают ответные чувства. Разве не интересно, к примеру, разместиться внутри огромной спирали, которая оказывается диваном от новембра? Или мозаика. Как выяснилось, ею можно украшать даже мебель. Причем на мозаичных креслах удобно сидеть, они мягкие. Мозаику Фабио активно использует и в своих интерьерах. И хотя проектов он выпускает не так много, каждое из них – событие в мировом дизайне. Я архитектор абсолютно нетипичный. В том смысле, что никогда не схожу из соображений функциональности. Мне нет никакого дела до проблем заказчика. Я думаю, мои отношения с клиентом строятся совсем по-другому. Клиент для меня есть меценат, дающий мне в руки микрофон, в который я говорю. По сути, как мне кажется, все мои работы есть чистой воды коммуникация. Так я говорю с людьми, только я говорю на языке архитектуры. О чем я рассказываю? Это истории любви, это сказки, становящиеся былью. Дом Фабио, воплощение его принципов. Кроме того, что чувство главнее, чем функциональность, он считает еще, что жить нужно, не привязываясь к месту и не стремясь к порядку. Вещи стоят и лежат как придется. Потом, через год, я их, может быть, переставлю. А может, так и будет еще лет 10. Но это меня как бы не касается, потому что они появляются и живут тут дальше своей собственной жизнью. Это такой дом, добро пожаловать. Очень многие друзья имеют ключ от этого дома. У меня нет к нему чувства собственности. Правда, нет и никакого ощущения приватности. Это такое коммунальное хозяйство. Само место представляет собой квадрат, 16 на 16 метров, символически поделенный на несколько территорий. Тут и бюро, и гостиная, и кухня, и спальня, все вместе, что вполне соответствует еще одной жизненной установке Фабио Новендо. Четкой границы между жизнью и работой у меня нет. Я просыпаюсь утром, варю себе кофе, иду работать, потом выхожу в ресторан пообедать. То есть никакой границы разделительной линии между мной и работой не существует. Более того, я не понимаю людей, которые могут делить свою жизнь на работу и не работу. Вначале Фабио хотел обойтись без разделения вообще, то есть без стен. Но не получилось. Та стена, за которой находится спальня, это был компромисс с моей девушкой, которая иначе бы просто от меня ушла. Мебель, по мнению хозяина, лучше выбирать на колесах, ее легче переставлять. Я сам тут езжу на самокате. Катиться-то легче, чем передвигаться пешком. И потом ходить, это значит шагать. Раз, два, а когда ты скользишь, это так современно, как будто сила тяжести исчезла. Легкость и текучесть в ощущении бытия выражается у Фабио еще и в том, что он не подбирает вещи по принципу «вписываются, не вписываются в интерьер». Вещи сами приходят и оседают в его доме. Всему находится место, даже вот это кресло. Здесь все на колесах. И, конечно, всегда найдется место для работ моих близких друзей. Например, вот это произведение голландского художника Юг фон Лизаут. Называется «Дрим машин». Когда я хочу абстрагироваться, по-настоящему оторваться от мира, я залезаю внутрь и начинаю грезить. Это такая отдельная живая-жилая ячейка. Собственно, делается это вот так. Я сажусь и закрываюсь. Это еще один замечательный предмет. Стеллаж работы любимого Яширы Курамата, японского дизайнера. Стеллаж совершенно поэтический. Каждый ящик вращается, практически скульптура. Вот она для чего. Кто-то будет класть в ящики какие-то предметы, а кто-то посмотрит и скажет, как прекрасно, какая замечательная вещь. Я тоже всегда стараюсь переворачивать представление, стараясь достучаться до сердца, а не говорить поверхностно в терминах физической оболочки. Мне неинтересно, удобно ли устроилась чья-то задница в кресле. Мне интересно, чтобы в чью-то душу пришло, проникло нечто, из стула ли, из таких вот ящиков. Это моя спальня. Здесь я сплю. Смотрите, кровать тоже на колесах. В обстановке беспорядок, поскольку порядок вещей неотъемлемой частью моей жизни, так сказать, не является. Тут полно всякого. Вот такая скульптура, например. Вон тот гобелен мне подарила Вивьен Вествуд. Гобелен сделали в Китае по рисунку Вивьен. А зеркальная стенка антикварная в стиле барокко. Но вот чего нет в доме Фабио Новембре, так это штор. Он говорит, что не терпит фильтров, даже если это просто занавески. Так что яркое итальянское солнце смело появляется здесь каждое утро. Единственный способ убрать свет по утрам – закрасить стены черным. Так меньше света идет в глаза утром. И черного здесь полоска на полстены. Остальной свет весь свободный. Ну, беспорядок тут, конечно. Девушка моя этим тоже отличается не меньше, чем я. Это кухня, постоянно немытая. Ну, а тут туалет. Совершенно такой заводской, фабричный. Мой туалет прекрасен. Здесь такой верхний свет, посмотрите. Три кабинки – туалет, душ и хозяйственный отсек. Ну, а это рукомойник. Все такое нарочито, простое и грубое. Простой – это одно из любимых слов Фабио Новембре. Например, себя он считает очень простым человеком. По крайней мере, в том, что касается жизни и отдыха. Я родился и живу в перманентном отпуске. Это большая удача для меня. Большая удача. А так, мне нравится очень играть в футбол. Два раза в неделю я играю. На мотоцикле люблю прокатиться. Такие простые вещи мне нравятся. Мне незачем стремиться на Сейшелы, пляж, необитаемый остров, чтобы отключиться от всего. Зачем это надо? Все гораздо проще. Все гораздо проще было бы и в мире, по мнению Фабио, если бы люди научились ощущать себя не частью своей страны и религии, а частью планеты. Вот так, как сам Фабио Новембре. Я цыган. Когда меня спрашивают, откуда я родом, я отвечаю, что родился на планете Земля. Для меня границы между государствами – фикция. Нет смысла думать, что вот я, итальянец, говорю сейчас с вами, россиянами. Разница-то между нами какая? Мы всего лишь говорим на разных языках. И незачем тешить себя иллюзией, что ты не такой, как другие. Это как раз наихудшая из возможных политических стратегий – создавать барьеры, возводить стены. Такие люди, как я, призваны барьеры разрушать. В этом я вижу смысл своей жизни и работы. Квартирный вопрос переделывает пятиметровую кухню в двухкомнатной хрущевской квартире. Стены кухни частично красим белой матовой водоэмульсионной краской. Сразу после покраски начинаются плиточные работы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И для стены для пола мы использовали одну и ту же плитку. Плитка керамическая, белая, недорогая, размер 20 на 20 сантиметров. Но прежде чем плитку выкладывать, на нее нанесли рисунок. Это специальная технология краски для керамики. Закрепляется рисунок, обжигается и очень долго сохраняется. Рисунок может быть буквально любой, но в нашем случае это такие вот импровизированные водоросли, которые плавно перетекают со стен на пол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потолок в нашей кухне будет белый, глянцевый, натяжной. Сейчас начинается его монтаж. Установка довольно быстрая. Край пленки заправляется в багет, который укреплен на стене по всему периметру кухни. Во время крепежа пленка нагревается и потому растягивается. А когда остынет, натянется, и получится ровный, глянцевый потолок, за которым очень легко ухаживать. У нас на кухне началась сборка мебели. Каркас нижнего яруса уже готов практически. Если вы помните, по плану столешница наша будет обтекать кухню по всему периметру. И в Диансе будет такой язык, некое подобие обеденного стола. На моем месте окажется стиральная машина. Ну, и место для мойки, и для холодильника мы тоже запланировали. Обратите внимание, ДСП для каркаса использовано темное. Это потому, что фасады будут из добы тонированного под венки. То есть темные будут фасады. А контрастировать они будут вот с такими писташковыми элементами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, перед нами все наши 5,5 метров, 5,6, если быть точными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И нужно нам что-то с ними сделать, так, чтобы было и функционально, и красиво. Как вообще ощущения, Юль? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вообще говоря, ориентируясь на семью и ориентируясь на их образ жизни, да, нам придется сделать все сугубо функционально, потому что они готовят, у них маленький ребенок, и у них такой образ жизни, они покупают в магазинах продукты раз в неделю. Нам придется либо в это вписаться, либо вообще ничего не затевать. Да, ну, то есть полноценная такая хозяйственная деятельность, можно сказать, в этой семье, да? Да, здесь абсолютно должен быть полный набор техники, необходимой современной хозяйке. Более того, стиральную машину в этой квартире деть нам некуда. Ставить некуда? Ни в ванну, ни в прихожую? Никаких других вариантов у нас нет. Стиральная машина остается. Кухня. Микроволновкой они пользуются. Однозначно, да. Разогревают ребенку еду, размораживают что-то. Да, да. Варочная панель, конечно. Да, однозначно. Духовка обязательно. Так мне объяснила хозяйка. Да, не избежать. Да, раковину. Но я так понимаю, без раковины никто еще не обходился. Это уже необходимость. Ну, вот посудомоечная машина разве что, да, уже может быть таким возле шестого. Ну, вот где можно пожертвовать, да. Но тут в данном случае стоит вопрос. Либо это сугубо хозяйственное помещение, где готовят, либо это все-таки на этой кухне можно найти место для того, чтобы выпить чашечку кофе утром. И мы сделали выбор в пользу именно такой возможности, потому что квартире всего две комнаты, и второй гостиной у них просто нет. То есть у нас мы еще и закладываем возможность посидеть на этой кухне, все-таки поесть, перекусить, выпить чаю. Да, конечно. Как же это будет выглядеть? Я предлагаю сделать вот такой вот проект. Давайте посмотрим на нее сверху. Комната настолько оказалась маленькая, что даже камеру в 3D Max разместить нормально не удалось. То есть мы смотрим на нее с потолка. Да, а это вот такой вид сверху. Вид сверху, да. То есть вот эти темные панели, это как раз вот под венги у нас такие деревянные будут панели, да? Да, это подкрашенные под венги деревянные панели. Нам пришлось использовать весь объем кухни, вообще призвать на помощь, чтобы хоть что-то сюда уместить. Тем более, что запросы у нас по максимуму. То есть мы пойдем вверх, по вертикали, да? Да, мы часть техники разместим в такие колонки, которые пройдут до потолка. А для того, чтобы их объем был красивым и таким насыщенным, вот мы выбрали вот такой шпон. Да, еще у нас вот салатовый цвет, это тоже будут панели, но ламинированные. Да, несколько шкафчиков вдоль стены в сочетании со стеклом. Для того, чтобы облегчить верх, мы выполним из вот такого салатового. И есть еще такая зелененькая, это искусственный камень. Ну, а это отделка столешницы, горизонтальная поверхность. Да, то есть вот он наш столик, за которым можно покушать. И Юля, здесь такие вот интересные полосы и на полу, и на стене. Декоративная такая вот история. Что это? Мы придумали такой прием использовать здесь. Мы купили очень простую белую плитку. У меня есть друзья, которые предложили нанести на нее полноцветный рисунок. Ну, и вот чтобы поэкспериментировать таким образом, мы вот придумали такой рисунок, который отпечатывается на плитке. То есть тем самым у нас возникает такая объемная такая игра. Ну что ж, нам остается только воплотить все эти идеи в жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Климентами из такого ДСП будут ящики подвесные, которые в свою очередь поддержат наши зеленые полосы. Вот что приблизительно ожидает наших героев. Ну, а сами герои сейчас ожидают своего возвращения домой и довольно весело проводят время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дизайн проект нашей кухни предполагал рисунок и на стене, и на полу. Но напольный рисунок повел себя плохо, начал стираться. Приходится им жертвовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приехала столешница из искусственного камня. Устанавливаем ее. Будет еще небольшой фартук на стене из того же материала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И вот наша кухня приобрела свой окончательный вид. Мы установили фасады, встроили технику. Фасады, вы помните, дух, крашенный под венги. Такой минималистичный дизайн, поперечные полоски. Ну, а поскольку мы хотели каждый сантиметр буквально задействовать, пришлось уходить вверх. И вот это наша первая вертикаль, встроенный в холодильник. Внизу холодильная камера, а вверху морозилка. И еще осталось место для небольшой антресоли. Кстати, хозяйскую антресолю мы тоже сохранили, но теперь она выглядит современно в стиле нашей кухни. Вслед за холодильником идет варочная панель. Она газовая, 4 комфорки разной мощности, чугунные решетки, чугунные крышки на комфорках. Система газ-контроль. Если пламя задулось, газ перестает подаваться. Ну и электроподжиг. Над варочной панелью встроенная вытяжка, она плоская, встроена в один из шкафчиков. А под панелью духовой шкаф. Он электрический, с турбовентилятором, цифровым таймером и системой 3D. То есть три блюда одновременно в этой духовке могут готовиться. Что касается самой кухницы, она довольно вместительная. Есть вот такой выдвижной модуль. В целом внизу получилось 8 ящиков. Вверху 5, есть что куда положить. Мойка напротив окна. Вот сюда встала стиральная машина. Ну и микроволновая печь тоже встроенная. Когда установили столешницу, стала понятна наша идея со столовой зоной. Роль стала выполнять вот этот язык из искусственного камня. Его вполне достаточно для того, чтобы и перекусить в легкую, и вполне нормально пообидать. И последний штрих в нашей кухне – фильтр для воды, которым мы оснастили мойку. Он очень легко устанавливается, поскольку это отдельно стоящий корпус из нержавеющей пищевой стали. Внутри картридж по одной трубке. Вода входит в фильтр, а по другой выходит, и из крана течет уже совершенно чистая питьевая вода. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...